Вот и на навершии башни, то, которое было добавлено уже в начале 90-х годов. Это все как раз передающие фидеры, которые там были, они убираются, они демонтируются. Но самое главное, придать все-таки башне тот исторический вид и установить то навершие, которое было на момент ее создания в 1922 году. И здесь, наверное, очень важно, чтобы к этой работе, как мы и говорили всегда, когда, как говорил фонд, были привлечены ведущие специалисты как российских, так и зарубежных организаций, которые заняты процессами реставрации металлоконструкции. И из российских организаций опять настоятельно фонд считает, что здесь в обязательном порядке должны быть привлечены специалисты к СНИИ ПСК имени Мельникова, то есть того института, который практически с момента создания башни и на протяжении многих десятилетий ввел ее мониторинг, знает, как лучше сделать и что надо делать. Это самое, наверное, основное. И второе, что мы видим, что на самом деле очень печально, что все равно план проведения работ по ремонту и реставрации башни, он нигде не указан, он нигде не прописан. То есть широкое общественное, специалисты, архитекторы, инженеры, научные работники узнать, что на самом деле делается на башне и в какой последовательности эти работы будут выполняться, не знают. И почему это опасно? Потому что мы видим, что несмотря на демонтаж этих верхних частей башни, верхних конструкций, то есть это идет облегчение всей конструкции, безусловно, но при этом башня в очередную зиму, похоже, входит непокрашенная и незащищенная от коррозии. Поэтому эти процессы будут продолжаться и дальше, что приведет, в общем-то, к утрате, к сожалению, скорее всего, многих оригинальных элементов башни, что очень важно для научной реставрации, для сохранения памятника архитектуры как такового. Видна ржавчина коричневая на элементах конструкции Шуховской башни. К сожалению, несмотря на проводимые работы, никто не защищает башню от коррозии. Вот эти вот тонкие кольца, это кольца, сделанные Владимиром Григорьевичем Шуховым. Они сделаны из высокоуглеродистой фосфорсодержащей стали, поэтому они меньше ржавеют. А вот эти вот широкие толстые кольца усиления сделаны предшественниками нынешних реставраторов башни, которые сочли себя гениальнее Шухова, наварили кольца экскурсионно-нестойкого материала, и все вот эти вот новые проржавели. И ржавчину распространяют на шуховские элементы конструкции. Есть специальные составы, которые позволяют сделать консервацию башни от дальнейшего развития коррозии. Но сейчас мы видим много ржавых элементов. Отсутствие публичности создает опасение, что проект реставрации будет сделан как предыдущие ремонты башни, с огромными техническими нарушениями, которые мы можем видеть на конструкции башни, и с использованием неаутентичных материалов, которые сейчас уже все покрыты ржавчиной. Эту коррозию видно издалека, а материалы подлинные, аутентичные. Владимир Григорьевич Шухова, они коррозии поддаются меньше, поскольку содержит большой процент фосфора. Это коррозионно-стойкая фосфорная сталь может тысячелетия не корродировать. Примером является стальная колонна в Дели, которая уже 1200 лет не покрывается коррозией. Поэтому, в принципе, башня сделана из вечных материалов. Мы видим, что во Франции Эфелева башня каждые 5-7 лет покрывается антикоррозийным покрытием. Есть специальные места, где туристы могут посчитать слои краски, нанесенные на Эфелеву башню. И мы видим, что башня Шухова недоступна для туристов и уже более 30 лет не защищается от коррозии. Хотя любой автомобиль, если с него содрать краску и оставить на открытом воздухе, через год рассыпается от коррозии. Благодаря тем историческим фосфорсодержащим материалам, из которых сделана башня, она до сих пор стоит. Но нельзя полагаться только на эти материалы, потому что 30% башни и в том числе заклепки сделаны из другой стали, которая поддается коррозии. Она должна быть заменена или на время до полной реставрации хотя бы законсервирована составами, защищающими башню от коррозии. Маловажный факт, что вот рядом вот этот безумный недострой, он так стоит до сих пор. Это огромное вот это вот, мы видим, железобетонное здание, конечно, которое требует нового хозяина, нового владельца. И я надеюсь, что это здание станет одной из основных составляющих нового инженерного, научного, культурного центра, Шуховского центра. Здесь, у метро Шабловская, на Шабловске, который центр, этот бесконечно и очень нужен москвичам, особенно молодежи московской, не только московской, а российской. И в принципе, проект уже такого вот центра, он существует. Я надеюсь, что вот этот новый проект, он позволит догнуть, во-первых, новую жизнь в башню и в территорию вокруг нее. Он будет не просто проектом культурным, но будет проектом и образовательным, и в том числе, конечно, коммерческим. Недострой военно-космической связи СССР, копия здания Центра управления полетами в Подлипках, под Москвой. Внутри здания гигантские залы, площадью до 500 метров и высотой потолка до полутора десятков метров. Здание идеально подходит для общественного центра, для Шуховского центра. Если бы все объекты, принадлежащие государству фактически, были в комплексе, реставрированы вокруг башни, мы бы имели уникальный культурный центр и прекрасное место для отдыха москвичей и гостей столицы. Мы видим сзади за собой, это как раз мы стоим у выхода из метро Шаболовская, открывается просто дорога к Шуховской башне, которая должна привести не просто куда-то, а она должна привести, соответственно, к Шуховскому центру, который будет тем символом, той основной площадкой, которая все-таки, мы надеемся, позволит возродить великие традиции русской инженерной и научно-технической школы.